НИКТО НЕ ИДЕАЛЕН Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы проводим обратный отчёт топа 10 неудачных игр от хороших разработчиков. Чтобы составить этот список, мы рассмотрели видеоигры, созданные коллективами, которые традиционно признаны и известны за производство очень крутых игр. Но по какой-то причине не смогли держать марку при выпуске игр, перечисленных ниже. Но не путайте этот список с плохими играми от издателей, так что лого Rockstar на обложке игры Surfing H3O не значит, что они создали игру, и поэтому не попадут в наш список. Номер 10. Haze. Free Radical Design. Открывает наш список этот шутер от первого лица, созданный командой, которая известна за серию игр TimeSplitters. В этой игре пользователь управляет солдатом Шейном Карпентером, который работает на корпорацию под названием Mental в антиутопическом будущем и воюет против повстанческой группы рука помощи. Перед выпуском игре пророчили будущее Хэлла Киллера и сообщали, что она даже будет нести антивоенное сообщение в духе фильма «Апокалипсис сегодня». У игры не получилось оправдать этих ожиданий, поскольку в ней была короткая кампания, ужасная графика и множество ошибок. Номер 9. Whiplash. Crystal Dynamics. Следующий в этом списке это экшен-платформера третьего лица, который создан теми же ребятами, которые покорили PlayStation 1 и 2 своими играми «Наследие Каина» и «Расхитительница гробниц», имея такой отличный репертуар, как у них вообще получилось так облажаться. Ну, сама игра не настолько ужасна, несмотря на скучную графику и заурядные уровни, но сравнивая ее с тем, что они делали прежде, это однозначно шаг назад. Уже и не говоря о том, что игра вызвала дискуссию и сильную критику за глупые мультяшные изображения жестокости над животными и показ лабораторных экспериментов. Номер 8. Minority Report. Everybody Runs. Treyarch. Эта игра в жанре избеих всех по мотивам фильма особое мнение, но она как-то не доставляет удовольствия, которое вызвал фильм. Опять же, сама игра не так плоха, но она настолько не выделяется, что мы только мечтаем, чтобы Том Круз смог остановить эту преступную разработку игры, прежде чем мы ее начали. Ну, серьезно, это те ребята, которые создали серию Call of Duty Black Ops, уже и не говоря о Человеке-пауке 2, одной из самых лучших игр по фильму. И все, что они придумали на этот раз, это среднестатистическое ОСБ их всех. Любой хотел бы убежать подальше от этой игры. Номер 7. Легенда о Корре. Platinum Games. В сериалах «Аватар» и «Легенда о Корре» изображены персонажи, которые заставляют стихии им повиноваться. Концепция, которая представляет прекрасные возможности для создания видеоигр. Кто же еще, как не мастера безумных игр Platinum Games, проявит инициативу и создаст забойный экшен. Именно они выпустили некоторые наиболее известные мощные хиты Bayonetta и Metal Gear Rising, так что решение отдать легенду о Корре на разработку этой компании казалось идеальным. Но, к сожалению, мечты не всегда сбываются, потому что вместо этого игроки получили нудные сражения и никакой сюжет. По крайней мере, она была короткая. Номер 6. Парк юрского периода. Игра. Telltale Games. Вышедшая за год до их выдающейся адаптации «Ходячих мертвецов», Telltale не особенно отличился этой игрой, поскольку она получила море средненьких отзывов на момент выпуска. О ней говорили многое. Персонажи неинтересные, скучное построение сюжета и неумышленно забавные сцены смерти. Будь то «Ледниковый период» или «Метеор» или «НЛО», мы сомневаемся, что кто-нибудь правда расстроился бы, если бы эта игра вымерла. Номер 5. Городской чемпион. Nintendo R&D One. Вы считаете себя фанатом бессмысленного нажатия на кнопку и до умопомрачения скучного геймплея с такими простыми заданиями, что игру можно пройти с закрытыми глазами? Если да, тогда мы надеемся, что ваши друзья примут оперативные меры и посадят вас на диету с регулярным участием Зельды и Марио. Хотя для настоящих мазохистов мы предложим городского чемпиона. Он обеспечит вам всё, о чём вы мечтали. Одна из наиболее примитивных игр драк ставит для пользователя единственную цель – бить противника, пока он не свалится в открытый канализационный люк. Номер 4. Шрек. DICE. Кто-то когда-то мне сказал, что эта игра меня уморит свою скукотой и совсем не нужно быть самым смышлённым, чтобы это заметить. В выпущенную год до того, как в компании случился прорыв с игрой Battlefield 1942, игру явно направили не в то русло, хотя она основана на невероятно успешном фильме. Под слоем просто неудачной игры ещё таятся два слоя скукоты и вселяющего ужас сюжета. К тому же у игры плохой дизайн, скучные задания и немного чокнутая анимация Шрека, которая тяжело управлять. Уж лучше играть в симуляцию Шрека Слендермен. Номер 3. Кто подставил кролика Роджера? Rareware. Кто подставил кролика Роджера? Нет-нет, намного более правильный вопрос это то, как такая дурацкая игра смогла вообще выйти в свет. Ещё более сбивает с толку, как игра могла быть разработана компанией, которая позже подомнёт под себя Супер Нинтендо и Нинтендо 64, благодаря своим успешным играм серии GoldenEye, Banjo-Kazooie и Страна Донки Конга. Пока эту классику не выпустили, игрокам приходилось мириться с неудобным управлением, раздражающими эпизодами вождения и недостатком ясности насчёт того, что вообще в игре нужно делать. Знаешь, кролик Роджер, эта игра совсем не идёт на пользу общего впечатления от игр, сделанных по фильмам, которые и так разочаровывают. Номер 2. Путь Воина Naughty Dog Маленькие шаги для больших дел. Это строка из Uncharted 3, одной из наиболее признанных и любимых работ компании. Как иронично, ой, как иронично на самом деле. Не делая абсолютно никаких шагов для больших дел, Путь Воина это достаточно пустая и бессмысленная игра файтинг, которая использует слишком много вставок из другого скандального игрового боевика с парочкой смертных. Боевик, смертные. Так это же бесстыжий клон смертельной битвы, только с меньшим воображением в каждом аспекте дизайна игры. Неуклюжие схватки, плохая графика и отвлекающий от главного саундтрек White Zombie. Перед тем, как огласим нашего победителя, вот несколько почетных участников. Номер 1. Стальной батальон «Тяжелая броня». From Software From Software заработала себе большое имя в индустрии, в основном замучительно сложную серию игр Souls. Однако единственное, что может быть сложнее, чем эти игры, это понять, как это возможно, чтобы такой фантастический разработчик выпустил вот эту дрянь. Игра предполагает использование установки Kinect, чтобы игрок мог почувствовать, что он руководит большим механическим роботом. Да уж, этого не произошло. Неприятно еще то, что в игру практически невозможно играть из-за запутанных настройок управления. Также ей уже были вручены титулы «Худший перезапуск видеоигры» и 8 место в номинации «Худшая игра всех времен». Нам кажется, этой игре негативные реакции даже нравятся. Вы согласны с нашим списком? Как вы думаете, когда ваши любимые создатели видеоигр потеряли свой шарм? Чтобы посмотреть другие успешные топ-10, которые уходят ежедневно, подпишитесь на WatchMojo Россия.